Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу EPL, соответственно, кошелек XRP своего учредителя EPL Джеда Макалиба вызывает опасения из-за подозрительной активности. Ну, это мы уже слышали, и по факту, как мы понимаем, что якобы он там что-то скинет, ну, это специально вбросы, чтобы вы криптовалюты продавали, ну, а по факту мы понимаем, что в долгосроке, естественно, XRP и Stellar будут расти, и это неизбежно, потому что это главная экосистема для CBDC и криптовалют. Далее EPL становится золотым спонсором конференции Digital Euro, да, Digital Euro, вот, и, соответственно, у нас, на данном этапе присоединилась к конференции 24-го года, которая прошла у нас, не знаю, почему DEC написано, наверное, типа в декабре, а, ну, типа Digital Euro Conference. Технологичные компании в криптосфере делают большие деньги за счет передовых технологий на основе искусственного интеллекта. Один из подобных проектов, вышедших в рынок и приносящих уже реальные дивиденды, это TheStake.io. Команда профессиональных разработчиков, что смогли сделать технологичный продукт, делающий высокую прибыль простым для обычных пользователей. Фундаментом проекта является искусственный интеллект, работающий автоматизированно с инвестициями пользователя, подтверждая эффективно большинство транзакций в блокчейне Эфира и приносящей вам прибыль, пока вы спите. Я протестировал данную систему не словом отделом и лично вложил в проект 4600 долларов. Можете участвовать со мной в ближайшие месяцы и буду делиться результатом с вами и показывать прогресс личной инвестиции в данном проекте. Ссылка в описании под роликом. В качестве золотого спонсора выразила энтузиант по поводу участия, что рада Ripple, что присоединилась. Ну и по факту, как мы понимаем, естественно, это главная экосистема. Ну и юридические аспекты, трансграничные платежи с CBDC и так далее, с Треблкоином, ну и в принципе токены коммерческих банков. Ну и как мы понимаем, клад Ripple в официальный документ по CBDC и конфиденциальности был отмечен в марте 2023 года. Кроме того, участие Ripple в пилотном проекте цифрового лари Национального банка Грузии было признано DEA в ноябре 2023 года. Далее у нас получается говорят, что XRP может взлететь до 493 доллара. Вот прогнозируем потенциальный график. Ну, Google Bart, это у нас искусственный интеллект, говорит, что типа реально такая цена и такая вот цель. Не знаю, почему именно 493, но говорит, что Эгрек говорил недавно, ну который бесконечно прогнозирует что-то 11 долларов, также 27 долларов. Ну, у него бесконечные прогнозы, как мы знаем. Ну и по сути, вот у нас прогноз, который должен быть. То, соответственно, здесь у нас в 2024 год 95 центов, 25 и 1,38. Ну и по сути, мы понимаем, что вот к 2050 будет стоить 60 долларов. Ну, это опять же-таки, если многие захолдят. Ну, давайте ради интереса глянем 500 долларов, сколько это будет иксов. Доминация, кстати, того же XRP падает, доминация Stellar также аналогична. Ну, давайте посмотрим по поводу, так как мы знаем, что, соответственно, у нас, что Stellar, что получается этот, ну, в общем, вы поняли, что Stellar, что XRP ходят одновременно. То давайте поставим цену одинаковую. Сейчас посмотрим по иксам, вернее, сколько это будет. Вот у нас битстамп 500 баксов. Если берем, допустим, с текущих отметок 56 центов, сколько это выходит? Ну, это примерно 1000 иксов, насколько я понимаю, да? Ну, давайте посмотрим. Да, даже это больше какой? Ой, 5000 долларов поставил случайно, 500 долларов. То есть, получается, это у нас, нет, 100 иксов это выходит у нас. 100 иксов, ну, значит, нам примерно надо по Stellar сходить на такие же иксы. Ну, неважно, какая там будет цена, в общем, не принципиально. То есть, Stellar на 100 иксов, это получается у нас где-то доллар, да? Насколько я понимаю, судя по всему. Нет, даже 10 долларов, да. Потому что, если на доллар это 10 икс, то 100 иксов получается у нас, даже, или 1000 даже иксов, да? Или даже 1000, короче, ладно, я уже запутался, в общем, хер с ним, не суть. В общем, по поводу цены, реально ли это? Ну, реально, ну, опять же таки, лет через 36, да? Или сколько там, 26, 26 лет, то реально, ну, как минимум, сейчас Stellar падает. XRP аналогичная ситуация. Ну, по поводу битка, я думаю, по поводу ETF, многие уже слышали, что там произошло. Ролик был на канале. Ну, и по факту, как мы понимаем, такие отметки, реально ли? Ну, по сути, я говорю, что оптимистично это 27 и 30 год, а модерейты, типа, 2035 и 40 год. Ну, и, по сути, последний порыв основан на пессимизме и колеблется за пределами 2040 года. Ну, по факту, мы понимаем, реально ли это? Ну, если действительно лет через 30, то вполне. Не, но в ближайшей перспективе, ну, я пожидал бы 3-4 доллара, ну, потолок 5-10, да? Ведущий наставник Америки по благосостоянию называет 5 ключевых факторов, способствующих достижению нового рекордного максимума. Ну, и, по сути, давайте посмотрим. Говорит, что какие факторы он сказал. Урегулирование, конечно же, суда, Ripple IPO, ожидание криптозаконодательства. То есть, регуляция говорит, что может произойти не раньше 2025 года. Институциональное усыновление, ну, биткоин-халвинг, ну, и, я так понимаю, типа, XRP ETF в том числе, да? Технический директор Ripple говорит, что сжигание условного депонирования XRP не принесет реальной выгоды. Ну, и, типа, того, что заявил и поднял вопрос, отвечая на сообщение сетевого сыщика, выразил обеспокоенность по поводу основным направлением деятельности является постоянно продажа XRP. Ну, и, конечно же, типа, не принесет никакой выгоды. Я не могу представить себе какой-то набор событий, которые могли бы привести к тому, чтобы это произошло хотя бы отдаленно, вероятно. И я также не думаю, что это принесет какую-либо пользу. Я не знаю, к чему это было сказано. Это сказал у нас Дэвид Шварц. Но по факту, как мы понимаем, вот это сжигание, то есть вот эти монеты, я не знаю, почему нельзя сразу все монеты вкинуть в это сжигание. Ну, типа, якобы постепенные разлоки. Но я сильно сомневаюсь, что это не инструмент манипулирования толпой, что, типа, вот там разлоки. Сейчас вот в этот раз, когда вот именно в этот раз произойдут разлоки, хотя они будут идти до 27-го года и уже идут, там, сколько, года 3, либо 4, да, то мы понимаем, ну, либо все, существование Айпла уже лет 10, да, то по факту каждый раз пугают вот этими пугалками, да, что, типа, вот сейчас по рынку ударят по маркету этими монетами и все, XRP соскамится тут за дно, да. Технически директор Айпла объясняет, почему же не может комментировать цену XRP и по факту говорит, мне бы хотелось поделиться тем, что я думаю о своем анализе, но не буду делать по двум причинам. Наверное, я все равно ошибаюсь, наверное, у всех так. Юристы советуют мне не говорить о факторах, которые могут повлиять на будущее цены. Ну, как мы понимаем, они уже и так это сказали, что XRP это CBDC экосистема. Ветераны рынка раскрывают, почему XRP поведет к 1 доллара 10 центов, да, и определяет потенциальную возможность покупки. Ну и, по сути, говорит, что у нас перешел из рук в руки в диапазоне 29 центов, 42 цента, ну, как мы понимаем, так оно и есть. Ну и вот линия тренда, типа, глобальная, которая у нас идет, и по факту мы понимаем, что в долгосрочной перспективе может достичь такой цены, ну, так оно и будет, скорее всего. Ну, а по факту, естественно, в долгосрочной перспективе будет рост, да, ну, и такой отметки мы увидим, я думаю, ну, может быть, в конце 2024 года, но это вероятнее всего 25 и более. Ну, я имею в виду не то, что более, ну, вы поняли, короче, на пике было рано. Технический директор Ripple говорит, что у Ripple есть только два варианта для САК миллиардов, ну, и по факту решат продавать все больше и больше монет. Мне было бы интересно, как монеты вырастят цене, и это то, действительно, о чем я беспокоюсь. Ну, опять же таки, бухгалки, что типа разлоки, и в преддверии решающего события в судебном процессе наблюдается необычное затишье и реакция. Ну, как мы понимаем, типа, затаив дыхание, и многие, типа, ожидают, что уж произойдет. Но по факту, как мы понимаем, какой там нахер ETF, если по биткоину его не могут принять, то тем более по XRP. Вот у нас XRP ETF заявляет Valkyrie, что, скорее всего, будет после одобрения по биткоину. Ну, и типа того, что вот сразу там 12-го числа, да, и говорит, что не удивлюсь, если вот у нас примут одобрение эфира и XRP. Ну, мы уже слышали, что эфир ETF будет в мае-июнь. Ну, опять же таки, скорее всего, перенесут еще раз, да, до 25-го года. Вот, до пика был рано. Поэтому я не удивлюсь, что если мы увидим, что Ripple и эфир обнаружат там ETF, и на горизонте больше появится спотовых ETF, ну, и типа вот добавление компании Grayscale, и Valkyrie не подтвердила планы по созданию конкретных ETF, но считает, что рынок созрел для таких предложений. Ну, опять же таки, все балочки, да, что называется, что сказано, но не сделано, не считается. Как мы понимаем, надо смотреть на действия, не то, что они говорят. И вот число адресов в RESTXXXP Ledger превысило 5 миллионов, хотя вроде бы как вчера был взлом, но адреса, как минимум, все равно продолжают расти, и уже на текущем этапе 5 миллионов 315 адресов. Надежный проект основан на стейкинге искусственного интеллекта, куда я инвестировал более 4600 долларов. Можете участвовать со мной, просто будет работать в долгую. Я буду в ближайшие месяцы делиться своим результатом с вами. Ссылка на проект в описании под роликом. Далее на этой неделе вот компания готовится Ripple продать 100 миллионов. Ну, мы понимаем, что это все, естественно, бейтсевые кобылы, и вот эти все перераспределения будут у нас на кошельки. Escrow счет, я думаю, понятно, ну и по факту переместило токенов в рамках распродажи. Поэтому никто там ничего не продает по рынку, все это перемещается на отдельные счета для сжигания. Поэтому, ребят, такие мысли, такие дела, пока XRP на днище, в принципе, можно брать. Если упадет ниже, усоединитесь, ну а там уже дело за вами. Всем удачи и всем пока.